Цели не достигнуты, логики нет, у России нет сил, чтобы уничтожить Украину. Это слова одного из патриархов российской политической сцены и активного проводника политики русского мира, единоросса и депутата Госдумы Константина Затулина. Откровениями он разразился на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?». Фактически Затулин признал, что заверения Владимира Путина о том, что в Украине все идет по плану, больше не состоятельны. Когда дело заходит вообще о логике этой специальной военной, вы же понимаете, что она состояла в том, если я правильно понимаю, я не читал этих планов, но она состояла в том, что достаточно быстро после нашей силовой акции украинское государство разваливается и без особенных жертв на самом деле удается достичь того, что не удалось достичь в течение восьми лет, пока пытались реализовать Минские соглашения. К сожалению, этот план сорвался. Он просто был нереальный в своей основе. Я не хочу сейчас сводить счеты с людьми, которые его таким образом формулировали, но во всяком случае очевидно же, всем очевидно, он не состоялся. Значит, сейчас надо переходить к другому плану, он должен быть. И мы, по сути, к нему переходим явочным порядком, просто не называем этого. Какие у нас были цели официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните? Деноцификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой, Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Не по одному. Мы обсудим с российским оппозиционным политиком Леонидом Гозманом. Скажите, как вам кажется, какие последствия есть у этого заявления не для самого Затулина, в первую очередь, а для ситуации в России? Как вам кажется, как россияне воспримут это заявление? Россияне никак не воспримут, они ничего не услышат. Россияне услышат то, что будет транслироваться по всем каналам. А я думаю, что заявление господина Затулина особо по каналам транслироваться не будет. Я знаю его много лет, он из комсомольцев такой парень. И он очень осторожен, он очень системный. Раз он это говорит, то это может следствием о двух вещах. Первое. Может быть, он получил указание так говорить. Может быть, Кремль решил готовить общественное мнение к поражению, к отступлению в Украине. Это один возможный вариант. Мне кажется, маловероятно, что я не верю в такую разумность Кремля. Мне кажется, у Кремля крыша давно уехала, и они уже ведут себя неадекватно. Второй вариант. Это вот какой. Затулин, как и другие, чувствуют, что власть ослабевает, что контроль ослабевает. И вот они начинают жить в своем каком-то режиме и так далее. Это не потому, что он только сейчас прозрел. Он давно прозрел. Они с самого начала понимали, что война проиграла. Но то, что он сейчас это говорит, мне кажется, может быть свидетельством распада системы, распада вертикали и так далее. И в этом смысле господин Затульин меня очень порадовал. Я ему очень благодарен. Вы два таких достаточно позитивных варианта предложили. А как вам такое, что наоборот это такой предвестник ужесточения всего, то есть военного положения, может быть применение вот этого ядерного оружия, которым все клацает Кремль все это время. Не кажется ли вам, что может наоборот это все ухудшить ситуацию? Ну, вы знаете, я думаю, что нет, потому что ухудшать некуда. Понимаете, конечно, одно из различий между пессимистом и оптимистом, что пессимист говорит, что хуже некуда. Оптимист говорит, ну как это некуда. Еще вот может быть хуже, да. Я в данном случае пессимист. Я думаю, что хуже особенно некуда. Вот почему. Владимир Владимирович уже использовал все возможности, которые у него были. Мобилизация, военное положение, а по факту оно так и есть на самом деле. По факту все так и есть. И понимаете, от того, что военное положение не объявлено юридически, это его совершенно ни в чем не останавливает. Он все равно что хочет, то и делает. То же самое с мобилизацией всей. Сколько он может людей переработать, так сказать, столько он их перерабатывает. Сколько он может загнать туда, в эту мясорубку, столько он загоняет в эту мясорубку. Что касается ядерного оружия, то, знаете, он его, раз он его не использовал до сих пор, значит он боится его использовать. Может ему четко объяснили на Западе, люди с Запада, четко объяснили, что ему за это будет. Я не знаю, что они ему могли сказать, но что-то могли сказать. Может быть он не уверен, что оно есть, что оно летает. Понимаете, у нас же чем дольше идет эта ужасная война, тем больше мы видим, что большей части объявленных всяких ресурсов на самом деле не существует. Ну просто не существует и все. Нет танка Армата, ну и нет танка Армата, нет ПВО. Мы это видим все сейчас, и по Белгороду, и по Москве главное. Мы видим, что нет никакого ПВО. Ну и так далее. Не исключено, что ядерного оружия тоже нет. Я этого не знаю. Но Путин-то это, наверное, знает. Может он знает, что его нет. Кроме того, может он сомневается в том, что его приказ будет исполнен. Может он видит уже такую итальянскую забастовку, саботаж. Потому что, ведь, что такое ядерное оружие? Это не просто одна кнопочка, которую нажимает один не очень адекватный человек. Это, во-первых, должны нажать три человека. Он, министр обороны Шойгу и начальник генштаба Герасимов. Вот они втроем должны ее нажать. Кроме того, это не значит, что ракеты полетели. Нет. Там дальше есть такая длинная вертикаль. Генерал-полковники, генерал-майоры, полковники, майоры и так далее. И вся эта вертикаль должна сработать. А никто из них в рай не хочет. Никто из них не хочет в рай. Я думаю, что все они понимают, что каждого, кто примет участие в пуске ядерного оружия, его достанут. Он своей смертью не умрет. Поэтому, может быть, он не верит в то, что оно будет использовано. В любом случае, ему не нужна никакая подготовка для использования ядерного оружия. Он готов это сделать. Если бы он мог это сделать, он бы сделал это раньше. Есть еще одно обстоятельство, которое многие обращают внимание. Человек так трясущийся за свою жизнь, а он просто трясется за свою жизнь. Вот это вот все эти 20-метровые столы и все прочие радости, которые мы все видим, и весь мир смеется над этим делом, да, говорят о том, что ему очень хочется жить. Если ему очень хочется жить, он, наверное, не нажмет на эту кнопку, которая приведет и к его смерти неизбежно. Продолжение следует...